Здравствуйте! Меня зовут Анна Смирнова. Вы смотрите информационную программу «День» и в ближайшие минуты в эфире новости. Коротко о главных темах выпуска. В единстве сила. О чем говорили на встрече общественных организаций с главой округа Юлией Купецкой. Хочется, чтобы то, что мы делали, действительно приносило пользу. Контроль за содержанием территорий. И в городе, и на сельских территориях идет месячник благоустройства. Месячник идет, задачи выполняются. 200 лет со дня рождения великого драматурга Александра Островского. Актеры феста о том, как его творчество повлияло на развитие русского театра. Мне, как человеку приезжему, любопытно знать житье, быдье в нашей губернии. Начнем выпуск. В Мутищинской картинной галерее состоялся круглый стол на тему «В единстве сила» под руководством главы округа Юлии Купецкой. Участие в мероприятии приняли представители 13 общественных организаций. Они делают большую работу по сбору гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО. Без внимания не остаются и жители, прибывшие из ДНР и ЛНР. Как может помочь муниципалитет в работе волонтеров, расскажем в нашем следующем сюжете. Впервые лидеры Мутищинских общественных организаций собрались все вместе за круглым столом. В рамках мероприятия обсудили актуальные вопросы, дальнейшее взаимодействие и перспективы оказания помощи бойцам, которые находятся в зоне СВО. У каждой организации есть свои предложения и просьбы, разрешить которые можно только на муниципальном или региональном уровнях. Посыл нашей встречи – это для того, чтобы, во-первых, всех объединиться друг на друга, посмотреть, обсудить, какие есть насущенные проблемы, чем мы можем помочь материалам, помещениям, может быть, еще чем-то посильным с нашей стороны. Потому что зачастую мы же тоже оказываем гуманитарную помощь. И, честно говоря, тоже иногда встаем в вопрос, потому что запросы разные, мы встречаемся с семьями мобилизованных. Но хочется, чтобы то, что мы делали, действительно приносило пользу. На встрече было принято решение о выделении единого пространства, в котором смогут базироваться все организации, занимающиеся помощью военнослужащим. Администрация округа пообещала взять под одно крыло всех неравнодушных граждан и усилить волонтерскую работу в разы. Так, например, руководитель волонтерского движения «Круги добра» Семен Пономарев представил проект «Сила в единстве», который направлен на поддержку волонтерской деятельности в Мытищах. «Наше движение «Круги добра» занимается, как и многие движения, помощью новым территориям. У нас очень большой объём помощи идёт гражданскому населению, и, безусловно, мы помогаем нашим мобилизованным ребятам». Также поступила инициатива провести благотворительную ярмарку в формате аукциона, а вырученные средства направить на поддержку СВО. Глава округа поддержала это предложение и пообещала оказать всю необходимую помощь. На встрече отметили, что для организации «Золотые руки ангела» администрация помогла найти и обустроить дополнительное помещение. Теперь участникам проекта будет комфортнее изготавливать необходимое для бойцов оборудование. В целом, круглостол был отмечен плодотворной работой участников. Состоялась интересная дискуссия и обмен мнениями. Татьяна Горностаева, Первый Матищинский. Далее о медицине. Очередной приём по вопросам здравоохранения состоялся в Первой Матищинской поликлинике. Такие встречи с пациентами проходят на регулярной основе каждые две недели. У горожан этот формат взаимодействия получил положительный отклик. Задать животрепещущие вопросы можно руководствами дочереждений и первым лицам администрации. Чаще всего жители волнуют запись на приём к узкопрофилям специалистам, получение направлений на обследование и нехватка кадров. Все, кто пришёл на встречу, смогли индивидуально разрешить свои проблемы. Добавлю, получить обратную связь и ответы на волнующие вопросы оперативно вы можете также в медицинском телеграм-чате «Матищи здоровья». И о благоустройстве. В преддверии общегородского субботника первый заместитель главы администрации Олег Сотников смотрел территории сразу нескольких микрорайонов города. Контрольная группа оценила работу сотрудников управляющих компаний и коммунальных служб в Леонидовке, а также на улицах Троицкая, Борисовка и Сукромка. По итогам выездной комиссии стало понятно, там, где расположены многоквартирные дома, в основном чисто, в частном секторе необходимо больше внимания уделить уборке. Приоритетная задача сегодня – сделать территорию городского округа ещё уютнее и комфортнее. По словам Олега Сотника, подобные осмотры проходят три раза в неделю. Для того, чтобы выявить реальное состояние, выявить несанкционерные свалки, захламлённые, запущенные территории, есть, вы сегодня видели, есть принцип практически в идеальном состоянии микрорайона. Но вот сейчас были там, где необходимо на субботник спланировать уборку, потому что территория не закреплённая ни за кем, захламлённая, и, конечно, мы её обязаны привести в нормативное состояние. Особое внимание уделяют содержанию территорий, прилегающих к торговым объектам. Её, как правило, обязаны содержать в порядке собственник или арендатор. Все замечания внесли в протокол, теперь они под контролем руководства муниципалитета. В рамках месячника благоустройства комиссия по содержанию территории администрации городского округа продолжает объезжать и сельские территории. На этот раз рабочая группа посетила село Федоскино. Под особым контролем работы по ремонту автомобильных дорог и тротуаров, уборке дворов и детских площадок. Пока чисто ещё не всё. Какие задачи поставили власти перед коммунальщиками, расскажет Екатерина Шарыпова. Село Федоскино. Сейчас здесь живёт чуть больше 200 человек. Места живописные, но после весны территорию необходимо привести в порядок. Работы по уборке начались с 1 апреля. Много уже сделано, но тем не менее есть ещё места, на которыми надо поработать. Есть моменты, которые надо определить, то есть кто их сделает. В целом, конечно, надо отметить, что месячник идёт, задачи выполняются. И я думаю, до конца, до 1 мая мы наведём порядок на всех территориях. И будет красиво, комфортно и хорошо. Порядок в селе наводят коммунальщики. Мешки с мусором, кучи собранной листвы видно невооружённым глазом. Работы здесь идут полным ходом. Да и сами федоскинцы поддерживают чистоту в посёлке. Каждый хочет жить в чистом и ухоженном месте. Ну, посёлок, конечно, мне нравится. Зелени у нас много. Ну, стараются, конечно, поддерживать чистоту. И дворники работают. Просто люди выходят в свои выходные и убирают. А не то, что там определённый день, определённое время, часы. Да нет, такого нет. Каждый свою территорию возле дома. Рабочая комиссия по итогам осмотра поставила ряд задач управляющей компании. Облагородить территорию, убрать смёд с дорог, починить неисправные объекты и покрасить детские площадки. Одна из наболевших проблем здесь – это содержание территории вокруг жилых домов МКД. В ближайшее время здесь коммунальные службы приведут территорию в порядок. В рамках месячного благоустройства сквер, который ранее мы с вами посмотрели, тоже приведут в порядок. Поправят бордюрный камень, отремонтируют лавочки существующие, которые там есть, архитектурные. Все работы должны быть выполнены до 22 апреля, до общегородского субботника. А уже в последнюю субботу месяца каждый житель села Федоскино может присоединиться к празднику чистоты и сделать свой посёлок красивее и чище. Тем более, после зимы есть над чем поработать. Да и субботник – это не только уборка территории, но и активное участие в общественно значимом деле. Екатерина Шарыпова, Максим Силаев, Первый, Мытищинский. К другим новостям. 15 апреля экологическая весенняя акция «Вода России» пройдет на реке Сукромке. Стать участником может любой желающий. Для этого нужно надеть подходящую одежду и обувь и прибыть 15 апреля в 10.00 к точке сбора. Ориентир встречи – пересечение улиц Борисовка и Сукромка, тропинка к реке. Необходимым инвентарем для очистки берега обеспечат всех участников. Мероприятие пройдет с участием сотрудников управления экологией и волонтеров. Напомню, в минувшие выходные в рамках всероссийской акции «Вода России» очистили водную зону реки Борисовка – организатор мероприятий Министерства природы России. И о культуре. Он говорил на семи языках, переводил лучших европейских авторов, но когда заходил в любую чайную Москвы, слышал «Ты наш, свой». Его называли домоседом с бледной биографией, а он создал эпоху русского театра. 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского он создал тот язык театра и те образы, без которых нельзя обойтись и сегодня. Театр легко перемещается во времени. Из века XVII в XIX, из XIX в XXI. Такова его природа – быть отражением времени с беспощадной точностью. Злободневность автора – это то, что ценится во все времена. Но бывает, что современники принимают автора в штыки. С этого началась театральная карьера Александра Николаевича Островского, великого русского драматурга, сравни которому разве что Шекспир, Мольер да Софокул. Вся кулик свое болото хвалит. И в купеческом замоскворечье не было звезды более яркой, чем бывший судебный чиновник Островский. Но именно купцы написали на него жалобу самому императору. Обидно, он их изобразил в пьесе «Свои люди сочтемся». И Николай Павлович тоже распорядился пьесу запретить, автора уволить со службы и отдать под надзор полиции. Крут был император и тем самым пополнил коллекцию персонажей купцов-самодуров, каких у Островского предостаточно. Но а пьесы автора так и разошлись из-за москворечья по всему свету. У нас в репертуаре 4 спектакля, это уже само по себе говорит. Не по одному из авторов у нас нет такого количества спектаклей. Он написал более 50 пьес, более 40 экранизаций только в советском и русском кинематографе. По неполным только подсчетам в репертуарных театрах спектакли Островского ставились более 10 тысяч раз. Он продолжает быть не просто актуальным автором, он продолжает быть локомотивом русского драматического репертуарного театра. В чем секрет такого оглушительного успеха, когда зрители узнавали себя именно по языку, как по тайному коду свой-чужой? А ведь так тогда и было. Купеческий язык особый, купеческий быт со стороны казался кукольным, а сюжеты говорили сами за себя. Да, волки и овцы, бедность не порог, не все коту масленица, правда хорошо, а счастье лучше. Это же про всех, и это про каждого. Ученые, литературоведы подсчитали, что самое распространенное слово в произведениях Островского, ну в письмах, даже не в произведениях, а вот в его письмах о театре, насколько я понимаю, это слово «правда». И актеры, играя Островского, наверное, тоже в первую очередь должны придерживаться правды. Да, сложно немножко работать с его языком, сложно, сложно присвоить. Такова уж сила драматурга Островского, что пьеса, написанная 170 лет назад, злободневна и сегодня. Сто процентное попадание, да и те же характеры. Особенность его персонажей в том, что они очень нам созвучны сегодняшним, потому что, ну, к счастью, несчастью, люди особенно не поменялись. Их желания остались теми же, их побуждения, инструменты меняются, а поводы для наших поступков, они остаются теми же. А ведь сколько было сказано, Островский раскрыл бездну грехов и пороков русского общества, был намеренно назидателен. Волки и овцы – это не метафора, это прямая речь. Легендарная Меропия Давыдовна Мурзавецкая и Василий Иванович Беркутов. Хоть волки и симпатичные, но все-таки волки. Хотя, может быть, и овцы. Кроме того, мне, как человеку приезжему, любопытно знать житье, бытие в нашей губернии. От кого же я могу получить более справедливые отзывы и точные сведения, как не от вас? Ну, конечно. Кому и знать наши дела, как не мне. Милости прошу садиться. Благодарю, что ты знал. Но нет, конечно, Островский далек от социального дарвинизма, столь популярного сегодня, вернее, вновь процветающего сегодня. Не был он и идеалистом, и нет лучшего средства против общественных пороков, как пьесы Островского. Он по-прежнему самый популярный автор русского театра. И по-прежнему звучит его сакраментальный вопрос. Отчего люди не летают, как птицы? Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский. В молодежном центре «Импульс» прошел квест под названием «Неоконченный спектакль». Участие в нем приняли 10 ребят. Они примерили на себя роли детективов. Основное сюжетное действие квеста развернулось вокруг загадочного убийства юной девушки. История заключается в том, что девушка, которая молодая красавица, по определенным обстоятельствам погибает. И задача людей, которые пришли участвовать, игроков, понять причины, по которым она умерла, кто ее убил, и разгадать вот эту загадку. Время на разгадку тайны преступления 45 минут. Ребята с первых секунд погрузились в игру, находили ответы на непростые вопросы, решали сложные ребусы и, конечно, нашли виновника происшествия. К слову, подобные мероприятия проходят в «Импульсе» регулярно. Команда молодежного центра каждый раз придумывает увлекательные программы для ребят разных возрастов. Чтобы провести время интересно и весело, следите за анонсами на официальных ресурсах. На этом у меня все. Это были главные события, какими их увидели мои коллеги, репортеры Первого Матищенского. Далее прогноз погоды. Не забывайте смотреть наши новости вы можете и в социальных сетях. Удачи и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин